Дерби Соревнования между соперниками из одного города или региона. Ранее в рамках Хабаровского края этот термин использовался только в футболе. История дальневосточного ледового дерби началась в 2013-м, когда Владивостокский адмирал появился на карте КХЛ. Изначально Дальний Восток в континентальной хоккейной лиге представляла только команда «Амур». В 2013 году в лиге появился адмирал, и с тех пор две столицы спорят не только о том, чей мост длиннее, но и о том, чей хоккей лучше. Итак, игровая статистика «Амура» в дальневосточном дерби. В 32-х встречах «Тигры» одержали 13 побед, включая самый крупный успех в 2019 году 7-0 в пользу Хабаровска. В сезоне 2020-2021 адмирал не выступал в лиге из-за пандемии и финансовых проблем. Нас ожидает первое дальневосточное дерби после возвращения Владивостока в лигу. На Дальнем Востоке есть конкуренция, и это хорошо. Соперничество между Хабаровском и Владивостоком длится уже полтора века. Но если говорить на чистоту, это не какая-то там война или битва. Отношения между двумя столицами больше похожи на забавную игру. То мы их за косички дергаем, то они и нас. Давайте поговорим с жителями нашего города и узнаем их мнение на этот счет. Иван, как вы считаете, вот вы как житель Хабаровска, как думаете, есть ли соперничество между Хабаровском и Владивостоком? Или оно может быть только в спорте? Нет, ну, знаете, мне нравится эта идея соперничества между городами. Хабаровск, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург. Я за соперничество. Объясню почему. Потому что когда у тебя есть соперник, то тебя подстегивает делать что-то большее, лучшее и сильнее. Ну, конечно, мы-то понимаем, что Владивосток нам не соперник. Но хорошо, когда этот соперник есть и в спорте, и в культуре. Это только делает нас сильнее и лучше. Это соперничество есть, и причем оно многолетнее. Потому что мы соперничаем, наверное, во всем. В Владивосток чуть-чуть больше по населению, он меньше по территории. Там чуть-чуть больше возможностей в некоторых сферах, повторюсь. Но там чуть-чуть сложнее жить, климатически в первую очередь. По времени там достаточно очень сложно жить, поскольку ландшафт накладывает на интенсивность трафика и на многие вещи. То есть, если там выпадает снег, у нас трагедия, а там эта трагедия просто в кубе сразу. Я считаю, что соперничество между Хабаровском и Владивостоком есть не только в спорте. Но у меня достаточно миролюбивая позиция. Оно должно быть, но это должно быть такое подзадоривание, какая-то добрая провокация друг друга. Нужно спорить, чей мост лучше и длиннее, но делать это все-таки с улыбкой. Я буду на самом деле болеть за обе команды, поскольку я несколько лет жил в Владивостоке, и адмирал, ну скажем так, не посторонние, скажем, люди. Ну, равно как и Амур тоже. За Амур всегда и боль и радость, а за адмирал, ну отчасти тоже. Собственно, я могу пожелать только удачи, успехов и только вперед. Хабаровск любит хоккейный клуб Амур, Хабаровск болеет, не всегда на стадионах, да. Иногда это происходит дома, за телевизором. Ну, или хотя бы смотрит обязательно турнирную таблицу. Это я тоже знаю точно, поэтому ребятам удачи. Я хочу лишь, чтобы игра была красивой. Конечно, я хочу, чтобы наши победили, наваляли этим приморчанам. Но в целом я, как зритель, люблю, когда все красиво, когда много шайб, когда есть какие-то ситуации, красивая игра. Поэтому я искренне желаю Амуру удачи, плей-офф, и по возможности буду их всегда поддерживать. Важность дальневосточного дерби также отметил губернатор Хабаровского края. Михаил Дегтярев предложил пари главе Приморского края. Победившим будет считаться тот, чья команда наберет больше побед в серии дальневосточного дерби. В случае проигрыша талисман проигравшей команды наденет жерси соперника на следующий матч. А я вот сейчас подумала, как хорошо, что в этом сезоне мы заказали себе новую суперстильную альтернативную форму. Вы только представьте, как Морш Миша будет хорошо смотреться в черно-оранжевой джерси. Владивосток, мы дарим вам стиль. Пожалуйста. Отвыкшие за год отсутствие в КХЛ от трендов хоккейного маркетинга приморцы ответить на предложение нашего губернатора так и не смогли. Накануне встречи с Адмиралом мы получили шокирующую новость. Самолет с хоккейной командой Амур совершил экстренную посадку в Нижнекамске. После выездного матча с нефтехимиком борт с хабаровскими спортсменами вылетел домой около полуночи. Спустя 20 минут появилась информация о разгерметизации передней двери. Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту вылета. Запасной борт прибыл лишь спустя 8 часов. В Хабаровске команда оказалась всего за 17 часов до начала матча. Амур вынужден выйти на встречу с Адмиралом с колес. Без шансов на отдых, восстановление и тренировку перед принципиальным матчем. Один из важнейших матчей сезона начнется буквально через мгновение. Сегодня соседи станут соперниками. Нервы трибун на пределе. Вы и сами знаете правила этой игры. Этот лед в качестве победителя сегодня покинет только одна команда. Брось! Брось! Ногами надо работать, всем тяжело. Сами просыпайтесь и делайте работу. Пассивно не играть. Смелее все делаем. И с настроением. У нас сегодня один из важнейших матчей. Вы так считаете? Ну, конечно. Дальневосточное дерби – это всегда хорошо, интересно и эмоционально. Привет, коллега! Смотри, какой важный матч сегодня. Считаешь, что он один из важнейших вообще, который только может быть в сезоне? Да, потому что он дает заряд такой энергии, мне кажется, и болельщикам, и командам. Потому что, ну, мы такие вроде бы и друзья, с одной стороны, да, с Владивостоком, но и соперники. Адмирал находится позади нас в турнирной таблице. Ну, это же, наверное, говорит о том, что мы сегодня можем их порвать. Конечно, мы их порвем. О чем разговор? Мы рады вас приветствовать у нас в Кабаровске. Как дела? Как настроение? Отличное настроение. Моя команда выигрывает. И, надеюсь, она выиграет. Подожди, тирана. Пока еще судить прошел только первый период. Как такое вообще возможно? У нас рядом на соседних сиденьях сидит адмирал и Амур. Это как такое произошло? Я с самого начала болела за Амур. Но мы с Приморского края, с города Спас, в Дальний. Наша семья. А внук у нас здесь, в Кабаровске. И мы приехали поболеть. Мы с внуком за Амур, потому что я с самого начала болела за Амур. А муж с самого начала болеет за Адмирал. Иногда так случается. Наши дети просто живут в Хабаровске, а мы в Приморье. Объективно. Турнирная таблица Адмирал находится чуть ниже, да, чем... Это стечение обстоятельств. Какой прогноз сегодня будет? Как считаете? 4-1 Адмирал. Забьем. Я считаю, что Хабаровск всегда сильнее, чем Владивосток. Пробивай! Ходи! Ходи! То, что важно сегодня произошло утром, когда я проснулась, это уже важно. Я захожу в Инстаграм и вижу, что наш губернатор предложил Борис Олегу Николаевичу Кожемякову. Вы об этом знаете? Да, знаю. Это первый раз в истории Дальневосточного дербика? Ну, это же очень здорово. Это очень здорово, да. Поднимает и дух, и настроение болельщиков, и тех людей, которые любят хоккей. Причем не одной отдельно взятой команды, да, сообщества хоккейного, а двух соседних дружных регионов. Что важнее? Результат, процесс игры или результат? Как вы считаете, вот на ваш взгляд, лучше красивая, хорошая, эмоциональная игра или победа? Результат – это хорошо. Ну, и сюда мы приходим за тем, чтобы посмотреть на это зрелище. Какие ваши прогнозы? Что думаете? Адмирал? Амур! Вот оно и началось. Россия! Амур вперед! Амур! 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 Вперед, Хабаров! Давайте отправим Адмирал обратно домой. Адмирал, езжай домой! Адмирал! Амур! 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 Хабаровский Амур! Сидят болельщики Адмирала. Будем мы им что-нибудь кричать? Ну, мы уважаем всех. Мы уважаем всех. Мы с уважением относимся к любым болельщикам. Я просто без вас покричу тогда. Я понимаю. Я все понимаю. Смотри, как они рядом сидят. И немало их сегодня сюда приехало. Пойдем. Рядом, поближе сядем и будем кричать вот на все их, знаешь, выкрики. Твои выкрики будем кричать. Ты хочешь отхватить все-таки? Ты разве думаешь, что такое может быть? Да нет, не будет такого, но все-таки давай не будем лишний раз, мне кажется, их провоцировать. На 15-й минуте Адмирал открыл счет в большинстве. Вторую шайбу гости забросили в конце второго периода и увеличили преимущество. С передачи Михала Йордана и Романа Любимова Радан Ленц отыграл одну шайбу на 44-й минуте матча. На протяжении всей встречи «Тигры» имели тотальное преимущество по основным игровым показателям. Однако сравнять счет хабаровчанам так и не удалось. Несмотря на усталость и стрессовое состояние после тяжелого перелета, наши спортсмены делали все возможное, чтобы показать болельщикам хороший хоккей. Зачет можно занести только третий период. Отдыхаем и готовимся к следующей серии. Ну что ж, в первом ледовом дерби мы уступили Владивостоку. Однако в турнирной таблице Восточной конференции Адмирал все же остается позади нас. В этом сезоне у нас будет еще три встречи с приморской командой. Уверена, шансов отыграться у «Тигров» будет еще предостаточно. Ведь это «Дикий Восток». Это про хоккей. Я буду ждать вас здесь. Пока. Субтитры подогнали Симон.